всем доброго и прекрасного поделюсь с вами своими осознаниями на тему чувство вины манипуляции нарушение личных границ эта тема которая актуальна многим и я благодарна вам за вашу обратную связь когда вы мне пишите после таких психологических наших с вами эфиров на эту тему что вам это очень помогло что вам помогло осознать по-другому как-то себя вести в каких бы там складывались ситуации у вас и поэтому делюсь с вами в очередной раз меня зовут юлиана слабачук я по специальности врач врач невролог нейрофизиолог я не психолог это моя знаете просто любознательность которая толкает меня на изучение вот этих психологических моментов и своими осознаниями делюсь такая знаете прикладная психология которая может пригодиться и вам так вот мои осознания вчера я была на особой технике гонг медитации и очередное осознание меня там посетила и это еще один аспект почему важно практиковать различные практики которые вам подходят эта тема будет следующего эфира я вам скажу для чего нужен деток за чего нужны различные практики которые я сама посещаю и вижу тот результат как от мастеров которые тоже это рекомендует так вот чувство вины вы если чувствуете что вы в чем-то виноваты по отношению к другому человеку чувство вины она всегда возникает по отношению к другому человеку хотя к себе тоже мы можем чувствовать себя виноватыми относительно себя здесь внутренний критик значит очень активны но когда вы по отношению к другому человеку себя начинаете чувствовать виноватыми, это говорит о том, что нарушены ваши личные границы. И это сразу можете себе сказать, что если я сейчас ощущаю чувство вины, значит мной манипулируют. Даже не пытаются манипулировать, а уже манипулируют, потому что чувство уже родилось в вас. Кто-то обиделся. Я сама, тот еще манипулятор, почему я об этом открыто говорю, потому что я не понаскышке знаю, мы с вами все манипуляторы, вот все, без исключения, начиная с малого возраста, даже с рождения только, дети наши уже начинают нами манипулировать, потом эти дети становятся взрослыми, мы с вами становимся взрослыми, мы научились уже вот так вот отлично манипулировать другими людьми. Поэтому никто не плохой, никто не хороший. Просто наша задача с вами, то, чем я поделюсь с вами своими осознаниями, как счастливее проживать эту жизнь, благодаря пониманию тех процессов психологических, которые происходят в нашей жизни. Так вот, когда другой человек по отношению к вам производит какие-то психологические действия, психологические, например, как я делала, я устраивала детям бойкот, ну вот они там что-то не слушаются, я с ними не разговаривала, меня так мама научила, как бы она говорит, это самый лучший способ, как бы показать человеку, там, ребенку в частности, что он что-то делает неправильно. И я эту стратегию переняла, думаю, ну, и опять же, никто не плохой. Мама из большой любви мне это рекомендовала, потому что это на тот момент была успешная стратегия воспитания детей. На сегодняшний день, изучая психологию, я знаю, что абьюз, вот такое вот бойкотирование другого человека, тем более ребенка, у ребенка это такой стресс, который потом ему нужно будет с психологом лечить, платить за это большие деньги. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, не игнорируйте своих детей, не игнорируйте своих близких, научайтесь говорить ротом. Это уже вам рецепт, как действовать дальше. Если кому-то это нужно, конечно, строить свою счастливую жизнь. Я бойкотировала, я там обижалась, фыркала, закатывала глаза, там уходила в другую комнату, как бы сначала там поругаешься, если это с ребенком, поругаешься, как бы и все. И я уходила, и я молчала. Придешь, как бы извинишься, не договариваясь, как бы не договариваясь на берегу с ребенком, не объясняя, не идя вот в какой-то душевный разговор. Хотя и это тоже было, но все равно вот эти приемы манипуляций, жестких манипуляций, они у меня присутствовали в отношениях с мужем, то же самое ходила, молчала. А я сейчас уже понимаю, что он даже не знал, он не понимал, а что я хожу, дуюсь-то. И он не спрашивал, ну молчишь и молчишь, ему еще спокойнее. Я сейчас так понимаю, ну я вижу это все, я сейчас смотрю, вот у психологов, практикующих, которые это все вот показывают и рассказывают на своих обучениях, я думаю, ну, вот он, как бы причина развода ясна. Одно за другим, одно за другим, недоговоренности, вот из одного раза в другой раз, они вот так работают. И как бы какая цель была у меня этого посыла, вот этой манипуляции, обиды вот этой на другого человека. Какой был посыл? Заставить человека испытывать чувство вины, прийти там извиняться, делать какие-то действия в отношении меня. И есть еще такое выражение, знаете, кто первый обиделся, тот и прав. Вот как бы есть ситуация, да, в ней есть двое. И вот как бы один недоволен ситуацией, у него есть свое мнение по этому поводу. И второй тоже. И каждый прав. Со своей точки зрения, каждый в этот момент прав. Потом мнение может поменяться, и можно подумать будет, что я был неправ, или была неправа. Но в этой текущей ситуации каждый считает себя правым. Возникает вот такая конфликтная ситуация, и кто-то из них такой, раз быстренько, пошел обиделся, все, я обиделась. И вот тут рождается момент, извините, когда вот кто первый обиделся, тот и прав. И первый успел сманипулировать другим человеком. А второй может как бы, он может испытывать чувство вины, может не испытывать чувство вины, как бы, ну у кого какая крепкая там основа внутренняя, психологическая. И вот ходят, как бы решают этот конфликт. Но когда с вами поступили, например, вот так, и вы испытываете чувство вины, то это манипуляция. И здесь важно вам то, что вот со мной произошло вчера, например, после этой практики гонг-медитации. Я такая, я поняла, думаю, блин, так это же манипуляция вот чистой воды. Меня пытаются вогнать в чувство вины, где я себя виноватой по факту не чувствую. Но я испытываю это чувство вины. Бывало у вас такое? Поставьте плюсики. Когда вы понимали, что вы абсолютно правы в этой ситуации, у кого было такое, вот прям поставьте плюсики или напишите «было». Да ну, как бы я права. По всем вот пунктам я права. Но тот человек другой обиделся и я как бы как это сейчас без вины виноватый. Вот без вины виноватый себя чувствую. Как бы я вроде бы всё, было много раз, вот плюсики, да. Было, потому что, ну как бы я сделала всё, что от меня зависит. То, что ты там другой человек не поняла или не понял, что я хотела там донести, сделать вот этим вот там в этой ситуации, ну как бы, ну я что могу в этой ситуации сделать, если до тебя не доходит, ты не понимаешь, и ты думаешь по-другому, а по факту, ну вот факты подтверждают, что ну я тут со всех сторон права. Но человек обиделся, и я не осознаю, вот это вот подсознательное состояние вины. И когда вы, почему это важно понимать-то, когда вы понимаете, что это манипуляция, как бы тот человек, вы для себя чётко знаете, вот без лукавства, без вранья самому себе, вы понимаете, по факту, вот я всё сделала, всё по-честному, всё выполнила, поэтому это я эту вину с себя снимаю. Я не принимаю это чувство вины, и я его не буду испытывать. Я не хочу, я как бы ещё один вот такой, смотрите, глубокая мысль меня тоже вот сейчас посетила, и тоже благодаря определённым практикам, определённым действиям, работы со своим внутренним состоянием организма, благодаря БАДам и витаминам, вот я вам в следующем эфире сейчас это отдельно скажу, для чего важно это принимать. Фишка в том, вот сегодня меня это осенило, что тот человек, который вами манипулирует и стремится вогнать вас в состояние вины, его подсознание само испытывает вот это чувство вины, которое он перекидывает, старается на вас. Он уже испытывает чувство вины. Вот у меня сейчас вот в этой ситуации вот так, и меня вот это осенило. И вы можете тоже это уловить, что именно потому, что человек подсознательно, неосознанно испытывает чувство вины по отношению к вам, он его вот этой обидой, какими-то другими действиями, демонстрируя вам своё отношение, он его перекинул на вас. А вы его либо приняли, либо нет. Если приняли, ну вот сейчас подумайте об этом. Надо ли мне вот с этим вот разбираться, ну разобраться надо, чтобы в дальнейшем не тащить это. Потому что чувство вины забирает очень много энергии. Очень много. Когда я это сознала пять лет назад на сеансе у психолога-кинезиолога, очень серьёзный как бы у нас был такой сеанс, и где я просто у меня вот так вот... А вы каждый... Вот скажите, вы... Есть у вас понимание того, что вы порой действуете с другими людьми просто из чувства вины? У вас есть такое понимание, да, что вот я из чувства вины, мне неудобно там перед этим человеком? У кого так было, ставьте плюсики. Наши любимые плюсики. Да, Надежда пишет. Вот здесь я поступаю, вот здесь я поступаю. Ну просто вот, ну мне неудобно, что обо мне подумают, я вот перед детьми там, я вот тут маме, вот ну я в чувстве вины, я должна маме, вот это вот я должна и детям, я должна кругом всем, должна кроме себя. Да, спасибо за ваши плюсики. У кого так ещё есть, тоже прям вот пишите, что да, такое есть. И когда я вот там пять или шесть уже там лет назад, я на сеансе вот у специалиста, я поняла, что вот здесь у меня там к маме мы выявили, вот путём логических шагов, выявили, что у меня чувство вины по отношению к маме, хотя ситуация была не с мамой, с которой вот как бы всё там началось. Я уже взрослая была на тот момент, там уже дети были. И как бы триггерная точка была, с которой мы работали, но пошагово мы в ретроград пошли, и когда это выяснилось, что вот, а это всё моё ощущение, чувство вины началось от мамы, родители нас всегда, мы сами родители, мы своих детей также воспитываем в чувстве вины, потому что так легче людьми управлять. Детьми так легко управлять. То есть никто не плохой, никто не хороший. Ни вы неплохие родители, ни ваши дети неплохие, ни ваши родители неплохие. Просто сейчас, сейчас вот не про это, не завиноватить других в наших вот всех ситуациях жизненных, в нашем чувстве вины. Принимаете эту позицию? Понимаете? Напишите «понимаю». Чтобы не было такого, что вот Юлиана вышла в эфир, всех там раздала всем по этим самым. Все плохие, родители плохие, надо их заминовать. Боже упаси! Напишите, что понимаете, чтобы я не переживала. Понимаю сто процентов, Наталья пишет. Понимаю. Ну, замечательно, мои хорошие. Спасибо за сердечки. Поэтому все идет своим чередом. То есть это очень выгодная стратегия. Вогнать другого человека в чувство вины – это очень выгодная стратегия. И когда я поняла, что у меня чувство вины в первую очередь по отношению к маме, и потом я стала смотреть вот так вот, у меня, знаете, глаза открылись, и я поняла, что я о везде я действовала на тот момент из чувства вины. На работе, в семье. То есть мы друг друга, вот этот пинг-понг, сегодня ты виноватый, завтра я виноватая. И мы играем вот в эту игру. Кто виноватее другого, кто вперед успеет обидеться и завиноватить другого. это нездоровые отношения. Вот если вы на этом строите свои отношения, я в семье там с партнёром, с детьми, с родителями, это нездоровые отношения. Ваша психика страдает, и самое это печальное, что туда уходит много энергии. Мы сейчас все работаем, знаете, на режиме энергосбережения. И то, над чем я сейчас работаю уже последние годы, в осознании, что я, высвобождая энергию из того же чувства вины, из манипуляции, чтобы самой не манипулировать другими людьми и не позволять другим манипулировать собой, вот здесь огромное количество энергии, чтобы я могла его перенаправить на созидание. Вот этому посвящены наши, в частности, проекты, которые мы в команде своей создаем. Вот сейчас только прошел наш обучающий проект «Квантовое исполнение желаний». Вот когда у вас все вот здесь, там не только чувство вины, но из него рождается очень многое. У вас вот здесь нет энергии. Вам не из чего созидать, вам не из чего исполнять свои желания. И мы ждем, ну когда, ну когда, я тут и молюсь, я тут и практики делаю, а тут все копится, я же всех виновачу, что у меня тут что-то не исполняется, еще и все виноваты в этом. Вот сюда нет энергии, поэтому важно вот это вот осознавать, понимать, высвобождать и перенаправлять энергию. О, еще такая мысль какая-то гениальная, мелькнула про чувство вины, про созидание, про исполнение желаний, про проекты, про очищение. Сейчас я вам скажу в следующем эфире. Это очень глубокая мысль. Вот. И что делать? Значит, когда вы понимаете, что вами манипулируют, что вы испытываете чувство вины, что это, собственно, не ваше даже чувство, а чувство того человека, который вас виноватит, успел первым, да, обидеться, вы понимаете, вы начинаете не принимать это. Вот можно прям такую практику сделать, что мое мне, твое тебе, и твое чувство остается с тобой. Я себя чувствую абсолютно в этой ситуации, как бы выполнившей все наши договоренности. И ускользает прям как мысль о детоксе опять еще раз пройти. Уже пора. Так. Вы виноватите сейчас. Что делать-то? Что с этим делать? Вы принимаете для себя решение. То есть, что с этим делать? Окей, я поняла, что тут есть манипуляция, что я испытываю чувство вины, что это не мое чувство. А, вот, смотрите, в жизни мы, каждый из нас, действует всего из двух позиций. Из любви или из страха. Все, другого нет. Вот как вы думаете, наше чувство вины, оно рождается из любви или из страха. Из какого чувства рождается чувство вины или чувство вины и желание манипулировать. Из какого чувства? Из любви или из страха? Как вы думаете? Напишите. Кто в записи будет смотреть, тоже обязательно напишите. Из любви или из страха? Чувство вины. Наталья пишет, из чувства любви. Кто еще как думает? Вот это важный момент сейчас, это глубинное понимание того, вообще, из чего мы действуем вообще в этой жизни. Почему мы совершаем те или иные поступки. И вы когда захотите принять какое-то решение обидеться на человека или наоборот какой-то там дар ему сделать, вы подумайте, а я сейчас из какого чувства действую? Из чувства любви или страха? Вот напишите себе любовь или страх. И вы когда пойдете глубинно смотреть, вот любая ситуация, вы поймете, что сейчас я действую там вот из этого или из этого. Да, и Наталья пишет, из страха, Марина Губарева из страха, Лилик из страха, Лидия Михейлис из страха. Да, ребята, это из страха. Страх здесь чего? Страх потерять свой где-то, авторитет. Здесь страхов очень много намешано. Страх, что меня не поймут, что меня осудят, что будет не по-моему. А страх по итогу, вот кто смотрел мои предыдущие эфиры, сейчас я вам быстренько создам эту логическую цепочку. Почему страх? И по итогу у нас на конце этой цепочки это страх смерти. Вы удивитесь, да, чувство вины и страха, и это страх по итогу, страх смерти. Цепочка. Я чувствую себя виноватым. То есть и соответственно, сразу можно сказать, что я поступил как-то плохо. Ну, по мнению, ну, например, там мамы, или мужа, или детей, или подруги, значимого человека в нашей жизни. Мы испытываем чувство вины в основном к значимому человеку в нашей жизни. Вряд ли мы будем прям ходить и виноватиться, если там кто-то нам на ногу наступил и сказал, ах ты ж нехороший человек, да иди ты лесом. Как бы у нас там такого нет. Это значимые люди, которые с нами производят некие действия психологические. Чувство вины. Соответственно, я сделал что-то плохое, и нашему подсознанию приходит понимание того, что я в целом плохой. Есть такое у вас, что я в этой ситуации плохая или плохой? Есть такое понимание? Вот вы чувствуете себя плохим, никчёмным. Есть такое? Напишите. Да, нет. Но в чувстве вины, когда нас, мы поселяемся, в себе его поселяем, точнее, нас как бы никто, может, и не хотел виноватить, мы сами виноватимся. Есть, конечно, Наталья пишет. Да, мы чувствуем себя плохим. Что дальше происходит? Я плохой. Это из первобытного страха идёт всё. Я плохой. Меня выгонят из стаи, потому что плохих там не держат. Меня выгонят из стаи, я умру от голода. И здесь смерть. Вот он, страх смерти. Понятно, логическая цепочка? В чём вообще причина страха? Понятно? Напишите «да» или «блюсик». То есть, когда мы испытываем чувство вины, по итогу мы боимся умереть. Представляете? Потому что нас выгонят из стаи, и мы помрём от того, что нам нечего будет есть. Потому что тогда спастись можно было только вместе, догнав мамонта стаей. Или птицы клином там летят стаи, мои светлые птички. Летят стаи, и вожак их ведёт, и для всей стаи разрезает этот воздух самый сильный. Вожак стаи. И когда вы для себя становитесь вожаком стаи, и идёте в смелость, идёте в разговор с человеком, объясняетесь, что вот так, вот так и вот так. Я считаю, что вот в этой ситуации без скандала, вот по-спокойному, если не получается ротом, ну, прописывайте, прописывайте, пишите письма мелким почерком. То есть, эту проблему важно решать. И понимать, что сейчас я испытываю чувство страха, в ответ у меня рождается чувство агрессии. И знаете, ещё одна связка, вот связанная с чувством страха, с чувством вины. Это чувство агрессии, чувство злости. То есть, я испытываю, я злюсь сейчас на того другого человека. То есть, он обиделся, а я злюсь. То есть, это агрессия. И агрессия, это тоже знак того, что это нарушение личных границ. Всегда. Всегда. Если вы на кого-то злитесь, то есть, вами манипулируют, вгоняют вас, ну, чаще всего это чувство вины или чувство страха, а это одно, ну, как бы они вот близнецы-братья, значит, на вас идет агрессия, и вы, ну, вас вгоняют, да, манипуляция, это агрессия в вашу личную, в личную пространство. И вы испытываете злость. Поэтому знайте, когда вы на кого-то злитесь, когда вы там ненавидите самых близких людей, это тоже, ну, все ненавидят там своих маму, папу, и детей могут за какие-то действия. Мы испытываем гамму чувств к одному человеку. Я когда там жила в отношениях с манипулятором, я думаю, ну, как же так, вот тут я его люблю, аж не могу, а тут ненавижу просто, как так можно? И я поняла, что к одному и тому же человеку не так только, что я его так люблю, так люблю, вот я и маму так люблю, так люблю, но это же вранье, потому что я ее и люблю, и ненавижу, и злюсь. И вот, то есть испытываю весь спектр чувств и боюсь, и так далее. Поэтому, когда вы понимаете, что сейчас я в этой ситуации человека ненавижу, вы признаете это в себе, позволяете, не боитесь этого чувства, то есть действуете из любви к себе, не из страха, а из любви к себе вы признаете эти чувства в себе, позволяете им быть, так же, как к чувству радости, к чувству счастья, к чувству ненависти, злости и агрессии на другого человека, вы тоже позволяете этому быть. Это просто ваши чувства, чтобы это потом не ложилось психосоматикой в вашем теле. То есть вот это чувство вины, оно накапливается где-то. Вот что у вас болит на текущий момент? Что болит у вас на текущий момент? Там 100% есть чувство вины, которое из страха. Мы с вами цепочку прошли. Страх смерти. Поэтому если вы чувствуете злость, точно знаете, вами манипулируют, и вы на вторжение своей личной границы испытываете вот это чувство. И отсюда начинайте вот это вот раскручивать, начинайте думать. А я почему злюсь на того человека? А потому что я понимаю, что это манипуляция. И вы раскладываете вот эту всю цепочку и понимаете, что я почему не иду в прямой разговор, потому что есть чувство страха из-за того, что меня не поймут и так далее. И страх смерти. Так, Наталья Михайлова пишет. Пару дней назад именно такая ситуация была у меня. Я была очень злая за то, что меня водили за нос. Думала, меня порвет. Да, то есть это вторжение в личные границы. Чтобы вы понимали, что если есть агрессия, чувство злости и ненависти, это вторжение в ваши личные границы. Начинайте думать и анализировать в этом направлении. Нет, идите к специалисту, идите к психологу на прием. Если не можете, сами докопаться. Вот я сейчас сегодня у меня в 5.30, у меня сегодня прием у психолога, кинезиолога. Но мы будем использовать расстановки. Потому что не могу я. Мне непонятен какой-то вопрос определенный. А я знаю, что в этом вопросе кроется какой-то большой другой вопрос и какое-то большое количество моей энергии. Понимаете? И я иду, я плачу за это деньги, и я от этого начинаю получать счастливое состояние, творческое состояние, созидательное состояние. Вот туда перенаправляю энергию, про которую я вам показывала. Вот из этого места я забираю энергию, она высвобождается. Когда я понимаю, у меня она приходит в осознание, то освобождается. Осознание, освобождается энергия, и мы ее перенаправляем на созидание. Приходят новые деньги, исполняются желания потоково. То, о чем мы говорим, да, почему важно зачистку делать. У меня сейчас такая зачистка идет. Я только-только вот позавчера прошли мы обучение шестичасовое у Юлии Ивлиевой. По 15 тысяч это, знаете ли, стоит, как бы тоже не 5 копеек. И это я многое что знала, но я не все доделала на тот момент. Там дел еще, знаете, на ближайшие месяцы то, что я буду продолжать делать, защищать. И я понимаю, для чего я это делаю, чтобы вот сюда высвобождалось. Потому что у меня планы большие, у меня цели большие, у меня ранги новые, у меня деньги новые. Они маячат, они для нас всех, все, приготовлено в этом мире, понимаете. Все, о чем вы мечтаете, для вас приготовлено. Вы не можете мечтать о том, что вам как бы, ну, кто-то мечтает о балете, или там о Дубае, или об Америке, или еще куда-то поехать. Кто-то нет. Кому-то в деревню, там, к бабушке поехать, у него такая мечта, ему там кайфово. Это нормально. И у вас это уже для вас приготовлено. Просто энергию вот сюда надо перенаправить. Улавливаете? Ущучили. Вот, поэтому, когда вы чувствуете, да, была злая, водили за нос. А сегодня болит голова, понимаешь, идет продумывание этой энергии. И я давно у меня было желание пойти в эфир с чувством вины и со страхом и любовью, вот с этим, чтобы было понимание, из чего вы сейчас действуете. И у кого-то что-то сейчас болит, понимаете. И вы понимаете, а от чего это болит. А вот от той ситуации болит, потому что она не разрешена. Болит вот этот вот блок скопившейся энергии, разных энергий. Там и чувство вины, и страха, и злобы, и ненависти. Вот это все собрано вот в этом. И ваша задача просто это сейчас. Ну, я надеюсь, что после этого эфира у вас придут осознания. И хотя бы, ну, частично вот здесь распакуется, высвободится энергия. И у вас пойдут подвижки, раз, и что-то исполнилось. Я прошла вот обучение у Юли, как бы я заблатила большие деньги. И что вы думаете? Уже после оплаты я долго ходила. У меня увлажнитель воздуха такой очень хороший, швейцарский. А я им не пользуюсь сейчас. У меня сейчас климат-контроль, как бы в квартире мне достаточно без этого предмета. И он у меня стоит, а он хорош, и я никак не могла его выставить на Авито. И буквально там вчера я оплатила. И сегодня я хожу, сижу, смотрю, он стоит передо мной. Я его пинала, ходила по квартире. Его надо было сфотографировать и выложить на Авито. Я думаю, да кто его, как бы, ну, чё, вот кому это надо, что ли? Я вот смотрела на него и никак не могла выложить. И, ну, я это не связывала вместе, что я там пошла на обучение, закрывать свои хвосты и высвобождать энергию, практики определённые делать. Действия. Что такое практики? Это действия, действия, определённые действия. И я сделала действия, я оплатила. Вот вы сейчас смотрите, вы платите своим временем, своим вниманием, своим интеллектом, принимаете эту информацию. Донейшн мне присылаете, у меня есть ссылка на сказать Юлиане спасибо. Присылают мне деньги, понимаете? Потому что каждый человек, чтобы ему вошла эта информация, чтобы он её принял как свою, он должен за это заплатить чем-то. Деньгами в том числе. Поэтому кому хочется сказать спасибо Юлиане, напишите мне, я вам дам ссылку. Она у меня есть в платёжном терминале. И я оплатила на следующий день. Я хожу, смотрю на эту коробку с этим увлажнителем, мойка воздуха. Я начинаю просто её фотографировать. И тут же, знаете, как в каком-то таком гипнотическом состоянии, я её выкладываю на Авито. Пишу её характеристики, пишу, что вот я купила, а сейчас она мне как бы не прикождается. Через два часа мне пишет один, берёт её за ту стоимость. Я очень низкую, там, 25% от стоимости. Она практически, там, один сезон я ей попользовалась. Один предлагает забрать за эту стоимость. И я почему-то не спешу ему отвечать. Потому что ещё через час мне пишет другой человек и даёт цену, как бы там было, от моей поставленной цены, ещё плюс там 30%, ну, в общем, сильно выгоднее по цене. Потому что я поставила, ну, очень низкую цену, просто хотела, чтобы её быстрее забрали. И в тот же день, вот тут же мы с ним попереписывались, он мне переводит деньги, то есть мне приходят деньги. И второй сюжет, куда у меня высвободилась энергия, мы собирались ехать в тур в Египет, оплатили полностью путёвка дорогостоящая, но мы не поехали, потому что там начались военные действия, мы поберегли свои жизни и как бы для себя приняли, что даже если эти деньги пропадут вообще целиком, то мы это тоже принимаем. То есть мы уже, в принципе, попрощались с этими деньгами. И вели, это было начиная с октября, октябрь, сейчас декабрь. Понимаете, и переписка потом уже прошёл, значит, время тура прошло, и они говорят, ну, мы посмотрим, если будет какой-то возврат, то мы вам вернём. Я уже и вот просто реально попрощалась. И что вы думаете? Вчера приходят деньги. После того, как я прошла обучение, я начала делать действия, я уже делаю действия, которые я откладывала, откладывала, у меня выписан список тех действий, которые мне нужно закрыть, постараться там, ну, к Новому году, не к Новому, я буду это делать. Новый год – это просто календарное время. И у меня пошла высвобождаться энергия, и вот они, деньги. Понимаете, когда мы думаем, что у меня денег нет, что у меня там чего-то ещё, у меня не исполняется что-то. Ну, а деньги нам для чего нужны? Для исполнения желаний, по большому-то счёту. Всё, как бы, хоть и говорят, вот это вот всё, не имей 100 рублей, а имей 100 рублей. Для этого, как бы, имей здоровье для этого, и деньги для здоровья, для себя, для семьи, в отпуск поехать, тоже деньги нужны. Откуда их брать, вот как бы, ну, излишек? Отпуск – это большие траты, правда, путешествия. Вот, поэтому высвобождаем здесь, здесь понятна логика, напишите плюсики, понятно, непонятно, если непонятно, задайте вопрос, если что, как бы, ну, может быть, какой-то вопрос у вас сейчас родился. Поэтому высвобождая вот здесь, понимая это, осознавая, Наташа, сегодня должна голова сейчас пройти у тебя, Наталья Михайлова, голова болела, Евгения, плюсики, да. Вот здесь высвобождаем, и оно такое ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и перенаправляется на созидание. На исполнение того, что вам хочется. А начали мы с вами с чего? С чувства вины, с нарушения личных границ, с того, как правильно можно коммуницировать с людьми. Да, выясняем, ртом договариваемся с людьми, обсуждаем и принимаем свое. И еще вам в завершение. Если не получается договариваться, каждый остается при своем мнении, вы просто себе говорите, что каждое мое решение правильное. Вот каждое. Даже в той ситуации, в которой у вас сложилось, вот это непосредственно конфликт, вы в тот момент думали именно так и отстаивали свою позицию. Ну так же? То есть вы считаете себя правой, поэтому дайте себе право правильного решения. Поэтому запишите себе каждое мое решение в моменте правильное. Потому что когда нас начинают виноватить, что появляется? Сомнения в своей правоте. Но по факту я смотрю, а я права. Ну вот все, как бы карты открыты. Я права. Мое решение не меняется. А потом начинается вот это вот. Начинаем себя винить, гнобить вот это вот, виноватить. И психика такая, ну ты очнись вообще. Ну ты, вот ты права, а может нет. Понимаете? Тогда была точно права. Если вы потом проводите анализ, мнение и были неправы, просто сообщаете это второму лицу и говорите, слушай, ну я дура была. Вот так что-то я не подумавши сказала, сделала. А оказывается, вот так. Ну, вот тебе цветочки, шоколадка, подарок, презент. Ну, прости. Сорян. Ошибалась. Ошибалась. Признаете честно, меняете свое решение, и это решение на этот момент становится тоже для вас правым. Правильным. Все мои решения в моменте правильные. Дайте себе право на правильность. Ага, вот Наталья пишет как раз, у кого болела голова, я уже чувствую расслабление и очень захотелось уснуть на полчасика. Иди в сон, там произойдет трансформация. И вам напоследок, вам завершение. Это очень хороший рецепт. Спасибо, Наталья, что это напомнила, написала, потому что я, это моя практика, которую я тоже вам делилась, рассказывала, что если вас в течение дня потянуло в сон, и вы чувствуете, вот мне прям просто, вот мне необходимо прилечь. Ну, если есть такая возможность, обязательно, не насилуйте себя, обязательно прилягте на полчасика, потому что во сне всегда высшие силы происходят нам вот это, вот знаете, наш жесткий диск подчищают, переформатируют, делают те процессы, которые мы умом сделать не можем. Вот сейчас прошли какие-то процессы, вот у вас сейчас пришли вот какие-то осознания, понимания. У вас у каждого, кто смотрит этот эфир, у вас сейчас у всех. Понимаете вы это, осознаете, не осознаете, у всех произошли свои осознания по тому или иному моменту вашей жизни, какой-то ситуации, где вы чувствовали себя виноваты, или сами обиделись на кого-то, или сами кому-то устроили бойкот, перестали разговаривать, не завершили отношения там, и это висит в воздухе, вот таким вот трубопроводом вашей энергии жизненной, витальной, она туда, у вас не закрыта ситуация. Поэтому важно это осознать, решить это либо ртом, либо у себя в голове. Принять правильность своего решения в моменте, в том моменте, если вы передумали, сообщите об этом тому лицу. Если это люди, которые уже ушли, ну, найдите с ними, выйдите с ними на астральную связь, тоже им об этом сообщите, напишите письмо, как бы пошлите это во вселенную, завершайте эти отношения, и потом, если тянет сон, обязательно переформатируйте свое подсознание, дайте ему там поработать, дайте высшим силам завершить этот процесс. И вы проснетесь, вот знаете, вот как заново родился, да, бывают такие состояния, все, и все, и вот и ух, сколько энергии, у меня аж мурашки прям пошли вообще. Спасибо, Наташа, прям я чувствую, что я и себя зарядила, и вам дала вот эту энергию. У кого нет возможности поспать, например, вы сидели там где-то на работе, в каком-то общественном месте, и вас только накрыло осознание, что можно сделать? Вот это прием, которым мы делимся тоже на своих практиках, и вы можете к себе это применять. Детей своих научите этому. Если у вас родители как бы в адеквате воспринимают какие-то ваши вот такие вот рассказы, вы можете им просто сказать, ой, сегодня я такую интересную практику узнала, не обучайте родителей, я вас умоляю, не надо говорить, какие они уже несовременные там, или что-то не понимают они, пожалуйста, не надо, будьте то вот только из чувства благодарности к родителям. То можно сделать вот такую простую трактику, она называется лобно-затылочное наложение. Одну руку, неважно какую, одну руку мы кладем на лоб, вторую на затылок, лобно-затылочное. Здесь у нас вот как бы спереди у нас входит все новое, а здесь у нас архив. Вот мы складываем все в архив, чтобы это все улеглось по полочкам. Делаем, и вот просто можно сидя, можно лежа, можно вот так облокотиться, немножечко накреслиться, как вам будет удобно. Закрываем глазки и спокойно дышим. И сидим в этом положении столько, сколько вот вы чувствуете, сколько вам нужно. Если руки устали, а руки устают, поэтому лежа делать это очень, ну, мне лично удобнее. Если вы прилегли, если есть возможность прилегли, если нет, то сидя делайте. Посидели, подышали, подумали об этой ситуации, ее разрешении благополучном. Если руки устали, можно поменять. Ничего страшного. Продолжайте процесс. У Натальи вот пойдешь сейчас в сон, прям тоже делаешь вот эту практику. Легла, положила ручки. Если есть мешочек для глаз с семенами, я вот сейчас его использую, практикую медитации и так далее. И кладу мешочек для глаз. Знаете, что это такое? С семенами там, с ароматами. Очень хорошо вводит в состояние вот этого транса. И делаете эту практику. И когда вы почувствуете, все, вы просто убираете руки. А пока вы не чувствуете, держите лобно-затылочное наложение столько, сколько считаете нужным. По внутренним ощущениям. Здесь время никакими рамками не ограничено. Только ваше личное ощущение. Все, все, убираем. Все. И просто вы внутренне знаете, что работа проведена. Евгений Оважение напишет. Благодарю вас, дорогая и мудрая Юлиана. Часто бывает, что муж вводит в чувство вины. Но я теперь знаю, каждое мое решение правильное. Смотрите, еще такой момент вам напоследок. У нас последок, все последок. Кто присоединился позже и не слышал вот этого глубинного осознания своего? Во-первых, вы запрашиваете это. Вы запрашиваете этот урок, чтобы чувствовать чувство вины. Оно нам очень привычное. В детстве мы все чувствовали себя виноватыми. Это очень привычное чувство. И вы его запрашиваете. Нам как это ни странно. Ой, сейчас я очень глубоко пойду, ребят. Я все пытаюсь, пытаюсь, да, пытка. Пытаюсь закончить эфир. Я вам скажу сейчас очень глубокую вещь. Просто пока вот ее послушайте. Мы привыкаем жить в определенных эмоциях. Мы привыкаем, например, в том же чувстве вины. И наш детский мозг с детства, он как бы фотографирует все, что происходит. То отношение родителей к нам, он просто вот это, вот это. Отношение мамы и папы. Психологически для нас, если мама с папой живут вместе, с семьей, значит, они любят друг друга. Любовь может проявляться по-разному. И то вот, как ребенок с своим там подсознанием, сознание видит всю картинку, и он начинает вот так все. Это любовь. Папа орет на маму или мама орет на папу. Это любовь. Тут папа бьет маму или материт ее. Это любовь. И потом по вот этим копиям, воссозданным, собранным в подсознании, ребенок воспроизводит потом, вот я когда лет 10 назад, когда я психологией активно стала увлекаться, я поняла, что я сценарий мамы повторяю вот просто дословно. То есть, я воспроизвела состояние любви в своей семье. Вот такое понимание. И чувство вины в том числе, когда вы испытывали, например, у вас, вы чувствуете вину по отношению к маме. И ваш детский мозг ошибочно воспринимал, что, значит, мама вас так любит. И чтобы вам потом сейчас во взрослом возрасте чувствовать любовь к себе от другого человека, от мужа, от вашего самого близкого сейчас человека, вам важно испытывать чувство вины. Ну, вот так, мои хорошие. Вот такой нелогичный способ испытывать любовь, внимание и заботу. Потому что так мы выросли с детства. Это, кстати, вот сейчас меня накрыло. Я раньше благодарю Евгения за вот этот комментарий, потому что мне сейчас самой вот эти осознала вот этот глубинный процесс. Потому что я другие чувства, как чувство вины, я уже осознала и воспроизведение их там в отношениях с партнером, в своей жизни. Но вот чувство вины, например, по отношению к родителям, что я испытывала, и мне важно было его подкреплять от близкого человека, но больше нет кого. Рядом партнер, и он нам старается как может воспроизводит чувство, ощущение любви для нас. Понимаете вот этот процесс? Я как могу, ребята, объясняю? Понятно ли вам? Напишите. нам, чтобы чувствовать себя любимыми, что нас любят, мы воспроизводим те чувства, которые нам давали наши мама и папа в детстве. И мы сейчас подсознательно воспринимаем это как любовь. Значит, если вот он ко мне проявляет какое-то ко мне вот такое отношение, как папа орёт там, или пьёт, или там материт, или там манипулирует, и мы чувствуем какие-то по этому поводу отношения к нему, чувства, и мне спокойно всё. Мне здесь безопасно. Это рабочая стратегия семьи моих родителей, и они живы до сих пор в семье, в браке. Значит, это рабочая модель, и я её буду воспроизводить подсознательно. Процесс понятен. Спасибо, волшебная фея, Людмила, всё понятно, Евгения, понятно, понимаю. Поэтому, когда у вас отпадёт необходимость генерировать от другого человека, любовь, вот в формате, например, испытывания чувства вины, вот такие, а-а-а, вас накрыло сейчас осознание? У меня вот лично мурашки. Вас накрыло? Что можно строить отношения без ощущения чувства вины. А-а-а, слёзы пошли, да, Женечка? Представляешь, вот распаковалась, слёзы, это распаковка. Душа такая, да идти ж твою налево, оказывается. Вот какой глубокий у нас с вами получился эфир. Вам мурашки от меня, да, спасибо, волшебная фея, за мурашки, обмениваемся, да, сейчас мурашками. Вот сейчас очень мощное поле, и дальше наш какой следующий шаг, когда вы осознали, что, ага, я воспроизвожу модель своих там семьи, вот это речка, воспроизвожу, да, понимаю, да, окей, без, опять же, не вините себя, что я вот в этом жила, я вас умоляю, просто вот, ну, не так же, чушь, я дура такая была, нормально всё, осознание, Юлиана рядом, не волнуйтесь, подсвечу фонариком вам вот эти слепые зоны, да, вижу, поняла, что делать дальше, а дальше разрабатывать и создавать ту модель, которую вы хотите, а как я хотела бы, я не знаю, как, меня научили с детства, что любовь – это чувство вины, что это друг друга там, чудить вот это всё друг друга, вы понимаете, манипулировать, вторгаться в личные границы, неуважительно относиться, презирать друг друга, ненавидеть, злиться постоянно, то есть проявлять друг другу агрессию, по сути, да, нарушать постоянно границы, а какой я хочу модель, и идти в прямой разговор с партнёром, с детьми, а давай вот так, а давай попробуем вот так, потому что я узнала сегодня, представляешь, вот я испытываю сейчас чувство вины постоянно, и мне кажется, что это ты меня вгонял, а оказывается, это мне надо было, прости, любимый, люблю тебя, а у тебя нет по отношению ко мне чувства вины, что ты передо мной виноват, ну, отлично, давай будем вот, а может быть, нам вот так вот построить, и когда вы искореняете себя, я изжила из себя чувство вины, у меня сейчас вообще похрен, вот реально, и жизнь просто заиграла новыми красками, и вы можете, Жень, понимаешь, и все вы можете жить не из чувства, не из страха, а из любви, к себе в первую очередь, да нафиг мне вот это вот, от чего это я себе виноватить-то взялась, я себя считаю вот здесь, ну, все реально правильно, давай поговорим с тобой об этом, смотри, я считаю вот так, как считаешь ты, давай как-то вот, ну, придем к консенсусу, вот, поэтому, ребятушки, вот такие у меня вам сегодня посылы осознания для себя самой и для вас, это я радость, всем хорошего дня, волшебная фея посылает вам всем радость и хорошего дня, спасибо большое, прям лучики света, спасибо, дорогие, ну, что, вот с этим светлым осознанием дня, вот, такая у нас чудесная выдалась суббота, практически в день зимнего солнцестояния, я хотела еще раз, еще в эфир выйти, вам коротко сказать о том, для чего нам важно работать со своим телом на очищение, сейчас я вам скажу, сейчас передохну, потому что у меня прям очень много энергии для вас, Верочка и Рыжного, Вер, как я тебя рада слышать, Вера пишет, рада слышать, я тебя очень рада слышать, я скучаю по тебе, возвращайся, моя хорошая, в стаю, в нашу светлую стаю, я вас обнимаю, дорогие, и буду рада вашим комментариям, вашим осознанием, и тому, что происходит у вас в этой жизни, для того, чтобы ваша энергия, поделитесь со мной своими осознаниями, чтобы я могла вот эту энергию, которую я сейчас выделила на это, чтобы она у меня кумулировалась, и пошла на созидание, и на новые эфиры, в общем-то, буду делиться с вами, да, и на новые эфиры,